Друзья, я всем передаю большущий привет. Мне очень приятно, что меня пригласили на летнюю школу по финансовым технологиям. И мне приятно еще и потому, что я имею достаточный опыт, с моей точки зрения, интересный для будет слушателей, как зарубежный, так и опыт работы в финансовых учреждениях Российской Федерации. Сегодня я хотел бы вам рассказать о, наверное, наиболее популярном методе оценки рисков заемщиков. Значит, этот метод используется во многих продвинутых банках России и мира и называется он скоринг. Значит, я бы назвал, что скоринг является, наверное, вот таким вот наиболее встречающимся в раннее использовании технологии больших данных. Вот именно в современном его понимании. То есть, что мы понимаем под большими данными в современном его представлении. Мы понимаем, что это огромные массивы данных, которые разноформатные и которые необходимо максимально быстро проанализировать и выявить скрытые закономерности. Так вот, практика или работа реальная вот с такого рода данными, большими данными, началась в середине 20-го столетия в Соединенных Штатах. И она использовалась в финансовой сфере при оценке рисков предполагаемых заемщиков. Сначала эта операция, как правило, делалась вручную, но когда огромный наплыв потребителей, как говорят англичане, кастомеров, то вручную справляться не смогли и начали искать какие-то варианты автоматизации данного процесса. И в итоге пришли к методологии так называемого скоринга. Вот сегодня я с вами бы хотел немножко поговорить о том, как организована работа скоринга, современная работа в современных банках. и показать на примере, как скоринговая карта, которая является как раз квинтэссенцией тех технологий больших данных и результатом анализа больших данных, который позволяет выявить риски предполагаемых заемщиков. И затем уже принять решение на основании вот этой оценки, этой прогнозной так называемой модели, стоит ли банку данного кандидата принимать свой потребительский круг или ему дать отсрочку какую-то. В качестве базового инструмента, который сейчас многие используют в банке, это являются инструменты, в частности, компания SAS, штаб-квартира, которая находится в Северной Каролине, Норск-Орлайна. Эта компания находится, организована она была в 70-х годах прошлого столетия. Еще популярной компаниями, которая занимается скорингом, это Experian, компания международная. Далее компания IBM, которая в свое время перекупила SPSS, и в которой тоже есть инструмент, который может создавать или анализировать скоринговые карты. Так вот, мы сегодня на нашей лекции поговорим об использовании и применении аналитики SAS в области управления рисками для, естественно, получения доходности или прибыли, наверное. Что мы будем сегодня, о чем будем сегодня говорить? Во-первых, мы поговорим, вот здесь у нас приведен списочек тех разделов, которые мы хотели сегодня как-то обсудить с вами. Это составные части скоринга, использование аналитических возможностей SAS, проблематика кредитного скоринга, процедура разработки скоринговой карты, область применения скоринга, математическая модель, риск-бейс прайсинг, расчет долговой нагрузки на основании статистического анализа портфеля заемщиков, статистическое правило установления гранит-зон, учет филиальной специфики, самонастраивающие скоринговые карты, многомерные скоринговые карты, behavioral scoring, collection scoring, оптимизация досрочных погашений, использование скоринга для кросс-продаж, несколько познакомиться с вами, что такое базаль-2, вот эти вот методологии, и стресс-тестирование. Но я бы хотел сразу предупредить вас, что на некоторых вопросах я очень скользко остановлюсь, вот, а в основном хотел бы с вами поговорить именно о скоринге как таковом, как он делается, и затем продемонстрировать, как скоринговая карта работает на примере, который затем, после этой лекции я постараюсь показать. Значит, ну, то, что наши банки достаточно продвинутые, ну, вот здесь, в частности, на примере ВТБ-24, что наши банки достаточно продвинутые, и все они, современные, как я уже говорил, банки, используют комплексный подход по анализу рисков, и вот разработанные которые на основе САС-продуктов. Значит, что у нас входит в составные части скоринга? Значит, в составные части скоринга входит это, во-первых, анкетные данные клиента. То есть, когда кандидат на получение кредита приходит в банк, он в первую очередь заполняет так называемые анкетные данные, в которых он, ну, банк эти анкетные данные выработал не просто случайным образом, а эти данные были проанализированы и выявлены наиболее значимые эти данные, которые влияют на так называемую целевую функцию. В качестве целевой функции выступает это, будет заемщик выполнять свои кредитные обязательства, или не будет выполнять их, то есть, с точки зрения вероятности. То есть, какова вероятность выполнения или невыполнения им кредитных обязательств. Далее, кроме анкетных данных, входят еще и поведенческие данные клиента. Значит, поведенческие данные клиента – это может быть его кредитная история. То есть, она довольно часто используется в оценке или построении скоринговой модели. То вот кредитная история – это очень существенный элемент входных параметров, и поэтому он обладает важной такой прогностической характеристикой. Соответственно, если кредитная история не очень хорошая, то получить требуемые заемные средства, ну, вероятность невелика. Либо они будут очень жесткие условия. Значит, что здесь приводится, что для того, чтобы делать корректный анализ или построение скоринговой карты, необходим достаточный объем исходных данных. Ну, вот предполагается, что их должно быть, ну, не менее тысячи, по крайней мере, вот этих, так называемых, плохих заемщиков. И второй важной особенностью построения скоринговой карты является то, что исходные данные, которые, как и мы с вами уже говорили, всех больших данных, они носят характер такой вот не структурированный, не сформированный достаточно корректно, в которой имеются отсутствующие значения, есть выбросы, есть так называемое понятие мультиколлинеарности в переменных. Это все необходимо как-то подготовить, прежде чем использовать те или иные математические модели. Поэтому очень большую часть времени отнимает эта так называемая чистка данных. И в итоге скоринг позволяет нам получить вероятность платежеспособности или называется probability default, вероятность дефолта и соответствующие производные характеристики. Здесь приведены вот аналитическая система, в которой скоринг участвует. То есть вот если взять SAS, то вот в SAS здесь вот SAS-бейс есть, встроены вот инструменты. SAS Enterprise Miner – это вот как раз основной инструмент, в котором заложены вот эти вот методологии, математические модели, которые используются. И блок, который называется SAS Credit Scoring, в котором как раз и в итоге получается строится скоринговая карта. Ну и здесь еще есть приведены вот эти вот разные инструменты, которые используются в SAS как дополнительные для того, чтобы работать с данными исходными. Значит, что здесь у нас? Отчетность и мониторинг. Значит, надо иметь в виду следующий факт, что построенная скоринговая карта, а это у нас как бы история, то есть у нас есть исторические данные по так называемым дефолтникам или людей, которые уже брали кредит и как они себя вели в процессе вот этой вот истории, как они их гасили. И вот эти исторические данные, на основании этих исторических данных строится прогнозная модель. Но для того, чтобы эта прогнозная модель была актуальна, ее необходимо мониторить. То есть она, как правило, мониторится, карта этого, ну, скажем, раз в неделю по точности ее прогнозной силы. Поэтому построенная карта, она все время мониторится, все время ее смотрится, насколько она адекватно отражает реальность. И это делается на основании управленческих отчетов и фиксируется, насколько изменения вот в этих отчетах от критических, при которых ту или иную скоринговую карту можно использовать. Ну, вот здесь показана так называемая платформа SaaS Business Intelligence Solution Credit Scoring. То есть вот это вот как раз весь блок, который позволяет нам строить скоринговую карту и использует достаточно много вот этих вот тех инструментов, которые заложены вот в этот вот блок. значит, согласно Guide to Credit Scoring 2000, да, кредитный скоринг измеряет статистическую вероятность того, что кредит будет успешно погашен. Кредитный скоринг фактически основывается на предположении, что возможно, используя статистические инструменты, предсказать будущее поведение заявителя на кредит с анкетными данными, аналогичными уже существующими. Ну, то, что я вам и говорил. То есть известны какие-то исторические данные, проводятся аналогии с ними, и на основании этих аналогий делается прогноз, прогноз, ну, который, допустим, с вероятностью там 70-80%, если он соответствует такой прогнозной модели, то это достаточно хорошо. Вот здесь показана процедура разработки скоринговой карты. Значит, если вот у нас мы видим здесь, есть входные данные, те, которые мы изучаем, есть фильтр подготовки данных, далее состоит из группировки данных, составляется скоринговая карта вот по этим данным, далее рассматриваются те заемщики, которые были, ну, по каким-то причинам отторгнуты, они попадают вместе, анализируются, и в итоге после группировки строится обобщенная скоринговая карта для тех заемщиков, для их кандидатов, вернее, что будут получать, или пытаются получить кредит. Ну, где может применяться скоринг? Вот возникает вопрос. Значит, первый, где используется скоринг, это аппликейшн скоринг, то есть это на тех кандидатов, которые пытаются получить кредит. То есть он строится на основании анкетной информации клиента, и затем уже происходит, ну, принятие решений. Второй важный аспект, где используется кредитный скоринг, это behavioral scoring или поведенческий скоринг, который характеризует поведение клиента, уже получившего кредит, по которому мы можем оценивать, насколько клиент будет выполнять свои те обязательства и, скажем так, быть добросовестным клиентом и регулярно выплачивать те суммы, которые необходимо это делать. То есть это тоже можно каким-то образом смоделировать. Если в аппликейшн скоринг мы говорим, что кандидат погасит кредит или не погасит, то есть или выполнит свои кредитные обязательства, то здесь мы уже говорим, что как он будет их выполнять, эти кредитные обязательства. То есть есть так называемый поведенческий скоринг. Здесь еще не отражен так называемый скоринг, связанный с фродскор. Еще есть так называемое понятие мошенничества. То есть это отдельный скоринг строится, который характеризует мошенника. То есть мы можем, если у нас имеется достаточная история по мошенникам, то мы можем построить портрет так называемого мошенника. И на основании этого можем сказать, что у нас кандидат близок к мошенническому портрету, либо он от него достаточно далек. И на основании этого банк уже принимает решение, что с этим клиентом делать. Значит, вот здесь области применения behavioral scoring или поведенческого scoring. Основная задача, которая вот, скоринга, заключается в том, чтобы обеспечить достаточно высокую доходность по кредитному портфелю. То есть тот портфель, у которого есть кредитов, он должен быть достаточно доходный. И в том смысле, что затраты, которые на его выданы, на потребителя, и деньги вложены, все они достаточно оправдались. Вот. Ну, это как бы понятная схема. Но самое главное, что в чем преимущество скоринга, в том, что эта система достаточно объективная. И она лишена так называемого влияния банковского, скажем, служащего на исход дела. Скоринговая карта, которая в итоге строится, это является информационно такой вот инструмент, который является достаточно закрытым. И к нему, к этому скоринговой карте, подход имеет очень ограниченное количество лиц, которые знают, как строится, и в конечном итоге, какой она вид конечный имеет. Значит, математическая модель можно, если кратко, сформулировать следующим образом. То есть у нас есть математическая модель, и, как правило, в основе математической модели является логистическая регрессия. Вот с помощью логистической регрессии мы можем оценить вероятность того или иного события, которое может наступить. Это событие может быть возврат кредита, дефолт, досрочное погашение кредита, плановое погашение кредита и так далее. Так вот, здесь х и т, да, это исходные данные, то есть, ну, условно говоря, анкетные данные заемщика. Игрек – это у нас анализируемое событие или целевая функция. Если мы используем логистическую регрессию, то логистическая регрессия у нас, как правило, носит бинарный характер. То есть, да, нет, 0,1. Вот. И вот здесь P от Y-кита – это как раз у нас есть та вероятность события, которая оценивается вот этими вот входными параметрами. Для анализа скоринговых моделей используются так называемые рок-кривые. Вот они здесь вот на графике показаны. Вот у нас рок-кривая, который показывает зависимость количества верно классифицированных положительных примеров от количества неверно классифицированных отрицательных примеров. При этом более качественная модель возникает тогда, когда у нас площадь вот эта вот, вот эта площадь, да, она, чем больше площадь, тем модель более качественная. То есть площадь под кривой больше и оценка качества модели сложит рок-индекс, или его называют еще коэффициент дженей. И еще для качества скоринговой карты у нас имеется так называемый коэффициент дженей и еще коэффициент Калмогорова-Смирнова. Там есть ряд этих коэффициентов, которые позволяют нам судить о качестве моделей. Обратите внимание, есть такая прямая проведена. Это так называемое равновероятное событие. То есть это говорит о том, что если кривая, которую мы сейчас с вами смотрим, она близка к равновероятному событию, то это говорит о том, что модель очень слабо отделяет или классифицирует хорошего заемщика и плохого. И это все находится на уровне 50%. То есть вот условно говоря, если мы хотим понять или сделать какое-то прогнозное решение, дать кредит тому или иному потребителю или кандидату или не дать, мы подбрасываем монету. И вероятность того, что вы выбраете Орел и Лешка равняется одной второй. Так вот эта вот кривая, она как раз об этом и говорит. Что у нас в подброшенном к нам событии, вероятность того, что выпадет плохой или хорошей, она одинаковая. То есть равняется одной второй. Что очень слабо. На самом деле вот здесь мы видим кривые А и Б. То есть из этих кривых лучшей, конечно, является кривая А. То есть площадь кривой под этой больше, а кривая Б – площадь меньше по сравнению с кривой А. Значит, прогнозная сила вот этой вот модели, она будет меньше. Важный вопрос, который возникает, когда мы строим скоринговую карту. Значит, вот если мы посмотрим вот эту скоринговую карту вот здесь, на вот этом графике, да, мы видим здесь, что вот здесь у нас вот эта вот зеленая, это у нас идеальная модель. То есть мы всех дефолтников, которые есть, мы определили 100%, что крайне маловероятно. И вот проведена кривая, которая равновероятное событие. И вот она, промежуточная кривая у нас. Так вот для этой кривой у нас Gini равняется 0,7. Rock индекс равняется 0,72. Критерий Калмогорова-Смирнова 0,62. И количество значимых переменных, тут вот написано 18. То есть, если мы видим здесь, да, вот эта модель, она считается достаточно хорошей для бизнес-целей. И она вот используется в качестве вот инструмента для работы и определения скорингового балла. Здесь приведен график расчета скоринговой карты и определения предиктивной способности модели. Значит, здесь мы как бы определяем зависимость качества плохих заявок и хороших заявок. Тоже показывает нам вот эту вот динамику, как они накапливаются. Вынесение результатов на комитет по рискам и утверждение параметров скоринговой модели. То есть, вот по тем параметрам, которые у нас есть, то есть, в частности, вот эти вот статистические параметры, они являются кардинальными для того, чтобы нам говорить, какую из скоринговых карт нам принять. Значит, процедура принятия решения такова. Значит, на основании вот этой вот скоринговой модели у нас есть как бы три зоны. Значит, есть автоматически одобренные моделью – это белая зона, автоматическое одобрение. Черные зоны – это автоматический отказ, то есть, когда скоринг соответствует ниже вот этой вот критического какого-то значения у нас скорингового балла. И серая зона, где находится состояние, которое промежуточное, между хорошим и плохим заебщиком. И уже конечное решение принимает эксперт, эксперт-риск-менеджер. Здесь у нас показаны вот тоже графики, динамика изменения лимитов кредитования и аннуитетных платежей в зависимости от изменения процентной ставки. Ну, это вот здесь такая техническая вещь. Я бы не стал вам с ней останавливаться, ввиду того, что у нас, к сожалению, времени не так уж много. Потому что мы хотели бы с вами поговорить о скоринге. О скоринге. Так, здесь проводятся примеры, что есть филиальные сети, и в каждой филиальной сети есть свои особенности. Поэтому в каждой филиальной сети строятся, по идее должны, скоринговые карты свои. Далее. На чем бы я хотел остановиться. То есть вот здесь примерно приведен пример, как скоринговые баллы распространяются статистически. Значит, есть так называемый базовый, вот этот вот пул, где у нас большая часть находится заемщиков. Это вот так называемая серая зона. По цвету здесь серая зона и белая зона. Да, это вот здесь они находятся. И часть находится здесь заемщиков, и часть заемщиков находится вот в этой зоне, где скоринговый балл маленький, и где скоринговый балл большой. Вот, поэтому большая часть находится вот в этой зоне, да, которую мы должны определить каким-то образом, какой они относятся к пулу заемщиков. Значит, имеются скоринговые баллы или самонастраивающиеся. Мы пока об этом говорить не будем. Мы с вами поговорим, как выглядит из себя так по отдельным параметрам скоринговая карта. Вот посмотрите, значит, вот у нас есть характеристика скоринга такого, какого-то условного, скажем. Допустим, наличие телефона. Вот балл у него плюс 10. Возраст 20-25 лет. Значит, скоринговый балл минус 3. Возраст 25-30 лет. Уже увеличен, то есть 2 плюс 2. Возраст 30-50 лет. Плюс 7. Пол мужской 2, пол женский 10. То есть, видите, вот это так называемый пример или часть той скоринговой балла. И уже обратите внимание, что возраст, да, достаточно существенно влияет на скоринг или на его оценку рисков. То есть, более молодые заемщики из истории. Видно, что они более рискованные. С возрастом уже приближающимся, так называемые, 30-50 лет, да, они более надежные заемщики. И еще важная характеристика, которая из этого следует, что мужчины более рискованные по отношению к женщинам. Причем, я бы сказал, довольно существенно. И еще, вот скоринговая карта, вот ее здесь образец переведем, что, скажем, Москва, Московская область и Тверская область видно, каков скоринг. То есть, это качество портфеля еще зависит от региона, где находится предполагаемый заемщик. То есть, если мы посмотрим, так, ну, совершенно, ну, в быстрой форме, да, то мы обратим внимание, что в Москве в целом более, ну, как бы это сказать, более надежные заемщики. По сравнению, скажем, с Московской областью. Но в то же время в Тверской области, да, заемщики, я бы сказал, более положительно относятся к своим обязанностям. Тут тоже есть свои особенности, поэтому кредитные карты или скоринговые карты, они должны строиться для каждого региона. Здесь немножко рассказано про поведенческий скоринг. Так, и показано использование скоринга для кросс-продаж. Значит, кросс-продаж, это говорит о чем? Что если какой-то заемщик сделал какой-то, ну, взял кредит, там какой-то продукт кредитный взял, какова вероятность, что он возьмет какой-нибудь дополнительный продукт. То есть, как это можно оценить? И это оценивается. То есть, можно оценить, найти вероятность того, что ближе подойдет данному клиенту. Какой он еще дополнительный продукт может взять. Это тоже важный момент. И, как правило, 30-50% доходности в банке – это как раз вот кросс-продажи. Так, что еще? Да, теперь, что бы я хотел остановиться на чем? Что особенностей, что у нас является дефолтом с точки зрения банковского продукта? Значит, предполагается, что если просрочка платежей у клиента соответствует больше 90 дней, то банк считает, что данный клиент находится в дефолте. И вероятность того, что он свой погасит долг, очень невелика. Поэтому его считают дефолтником и, как правило, не хочется говорить слово такое, продают. Ну, значит, его информацию передают, во-первых, в кредитное бюро, во-вторых, в коллекторское агентство, которое уже начинает свою доходную часть из этих клиентов получать по возможности. Так, что еще здесь хотелось бы сказать по поводу скоринга? По поводу скоринга я хотел бы с вами переговорить. Ну, вот эта вот схема, мы с вами уже это видели, она вот реализована в САСе и, вообще говоря, автоматизирована. То есть мы вводим исходные данные и в итоге получаем здесь у нас скоринговую карту и рассчитываем лимиты кредитования, зоны принятия решений и оценка рисков. Значит, на этом этапе я хотел бы закончить свой этот раздел и с вами показать вам еще, да, показать, как реально работает скоринговая карта. Надеюсь, она сейчас у нас каким-то образом проявится. Так, давайте посмотрим. Так, что у нас она? Так, давайте посмотрим, где у нас меню. Так, общий доступ к рабочему столу. Так, сейчас я прошу прощения, постараюсь сейчас активизировать. Так. Экран демонстрируется, мы видим. Все, да, есть? Хорошо, спасибо. Сейчас она должна активизироваться, я прошу прощения, сейчас она должна сработать. Я хотел вам показать вставку. В прошлый раз она все сработала. Наверное, настраивается пока, по крайней мере, я надеюсь. Что бы я хотел показать вам? Значит, коллеги, я здесь рассказываю о механизме. То есть актуальность того, что, вы сами понимаете, что вопрос очень, ну, как сказать, тонкий, это вопрос персональных данных. Поэтому данные, которые мы сейчас используем, они носят характер, ну, качественных, просто показательных моделей. Есть ли банк или нет банк, это несущественно с точки зрения тех моделей, которые используются. По сути, модели, которые сейчас использует Сбербанк, он тоже использует САС, они ненамного отличаются от тех, которые я вам сейчас привел. Поэтому, да, вы правы, но если бы это я сейчас вам показал актуальные данные, которые сейчас есть, то меня нужно было бы уже за рукой бы отвезти в соответствующее место. Поэтому прошу прощения. Так, вопрос, пожалуйста, у меня тут есть. Добрый день. Если человек попал в черную или белую зону, объяснены ли причины попадания в этом случае для оператора? Или алгоритму доверяют 100% случаев при попадании в черную или белую зону? Ну, коллеги, я что должен сказать, что попадание в черную и белую зону, безусловно, это вероятностный процесс, это модель на основании тех данных, которые у нас есть. И поэтому мы говорим о той вероятности, с которой они могут попасть, скажем, в белую зону или в черную зону. Но разница, что он попал либо в белую, либо в черную зону, крайне мала. Он либо попадает туда, либо сюда. Вот. И вероятность попадания определяется рок-кривой. То есть, если рок-кривая достаточно, ну, там, скажем, 70-80%, то это говорит о том, что, ну, что, ну, достаточно высокая вероятность, что человек хороший заемщик. Вот. Вы понимаете, банк не может, как сказать, со 100% вероятностью говорить о том, что человек какой принадлежит категории. Так, давайте еще раз посмотрим. Еще раз посмотрим. Не хочет он у нас с вами показать. Так. Я, к сожалению, прошу прощения. Вот. Но у меня почему-то не получается. У меня, к сожалению, не получается. Прошу, опять же, прощения, показать, как работает скоринговая карта. Вот. Как работает скоринговая карта. Поэтому мы сможем с вами просто, ну, как сказать, поговорить теоретически. Смысл просто таков, что вот считаются баллы, и в соответствии с этими баллами принимается решение. И говорится, что у нас, если он набрал больше критических баллов, там, попадает он в белую зону, но если меньше, то либо в серую, либо в черную зону. Так. Я прошу прощения, у меня, наверное, не видно и не слышно сейчас вообще все, да? Все завяло. Все завяло. Не получилось, к сожалению, вам показать скоринговую карту. Евгений, у вас сейчас и слышно, и видно. Вы закрыли пока с рабочего стола, и, может быть, стоит перезапустить Excel, потому что раз после нового запуска у нас все получилось. Да. Давайте сейчас я его тогда, я его закрою, да? Да, если запустится, снова откроем трансляцию стола. Ага, давайте сейчас попробуем. Так, хорошо. О, сейчас включилось. Давайте тогда откроем рабочий стол снова. Таким же образом идем через... Ага, давайте откроем сейчас. Ага, сейчас включилось, точно. Так. Сейчас получилось открыть? Видно, нет? Пока нет. Также через общий доступ к рабочему столу. Так, сейчас я... Ага. Так. Да, пошло. Увидели, да? Нет, вы Excel откройте, и мы увидим. Ага. Так. Да, Excel. Видно, да? Да, да. Ага, все, чудно. Спасибо. Спасибо большое, ребят. Значит, давайте так. Вот у меня есть сейчас пример, так называемый калькулятор балла скоринга. То есть вот сейчас я хотел бы на этом примере показать вам, как реально работает скоринговая карта. Значит, вот этот инструмент был разработан для того, чтобы кредитчики могли оперативно принимать решение. То есть вот пришел человек, и он хочет получить кредит. Значит, вот он приходит со своими вот анкетными, условно говоря, данными. Значит, сразу имейте в виду, значит, параметры, возраст, неподтвержденный доход, дополнительный доход, запрашиваемая сумма вводится целыми числами. То есть вот это вот здесь особенности такие. Второе. Параметры пол, дополнительный документ, сфера деятельности, телефон и так далее выбираются из списка. Количество набранных баллов рассчитывается на основе скоринговой карты, которая была рассчитана компанией Experian для потребительского кредитования. Решение принимается на основе балла отсечения. То есть специальными методологиями рассчитывается балл отсечения, который говорит о том, что если выше этого, то это хороший заемщик, если ниже этого, то значит, заемщик не очень хороший. То есть дается это в вероятностных категориях. И банк уже сам принимает решение в зависимости от своей политики, с какой вероятностью относить его к белой зоне, к серой зоне и к черной зоне. Все зависит от политики банка, поэтому вот это вот балл отсечения, он бывает разный в разных ситуациях. Давайте с вами просто проведем сейчас такой эксперимент. Вот у нас пришел заемщик, у него возраст 25 лет. Значит, он мужского пола. В качестве дополнительного документа он предъявил военный билет. Значит, работает он в нефти и газовой промышленности. Телефон по месту регистрации у него есть. Образование у него, ну, допустим, высшее. Регион проживания Новосибирск. Наличие автомобиля. Вот, допустим, автомобиль у него есть. Время работы на текущем предприятии, ну, до года. Количество работников по месту работы, ну, около ста. Значит, неподтвержденный доход, ну, допустим, 1000 долларов. Дополнительный доход у него 1500 долларов. Запрашиваемая сумма кредита, ну, допустим, вот 500 тысяч. Давайте посмотрим, что нам модель покажет. Значит, смотрите, что нам модель показала. Значит, количество набранных баллов 695. Рекомендуемое решение на основании скоринговой карты. Экспертное. Это о чем говорит? Это говорит о том, что данный кандидат попал в серую зону. Что значит экспертное решение? Это значит, что его, скорее всего, пригласят на собеседование. И на основании собеседования будет принято решение. Значит, дать ему запрашиваемую сумму кредита или нет. И, возможно, второй вариант, что если ему давать на условия кредитования, тогда будет несколько жестче, чем вот он хотел бы эти условия иметь. Вот один пример. Теперь давайте вот на основании этого примера, то есть вот этой оценки скоринговой карты, которую я получила, возьмем и несколько изменим параметры. Несколько изменим параметры. А именно, давайте ему сейчас возраст увеличим. Допустим, вот до 50 лет. Больше ничего менять не будем. Посмотрим, как отразится возраст, да, на, во-первых, сумму, на величину балла скорингового. То есть оно было 695, он был в серой зоне. Сейчас давайте посмотрим, каков будет балл. Обратите внимание, значит, изменился только возраст. Значит, количество баллов стало 795, то есть увеличилось на 100 баллов. Это довольно много. И сразу он попал в белую зону, и скоринговая карта ему одобрила. Одобрила кредит, и он получает возможность на тех условиях, которые он сформулирован, получить кредит. Понимаете? Возраст изменился, да. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что параметр возраста – это существенная характеристика в оценке кредитных рисков. А если мы с вами сейчас попробуем сделать следующий вариант, тоже с возрастом поиграем. Допустим, 18 лет сделаем. Все, ничего не меняется. Военный билет есть? Есть. Нефть и газ, высшее образование – это неправда. Высшее образование – маловато ему. У него незаконченное. У него средне-специальное. 18 лет. Вот. То есть фактически у нас изменился только возраст. Давайте посмотрим, как скоринговая карта отреагирует у нас вот на такое вот изменение. Значит, ну вот видите, скоринг уменьшился существенно довольно. Существенно уменьшился. Но тем не менее на экспортное заключение ушло. Вот такая вот ситуация, связанная с возрастом. Далее бы я хотел посмотреть, вот пусть у нас будет 18 лет, но вместо военного билета у него будет... Ну вот карта страхования. Как это изменится? Посмотрим. Прошу прощения. Программа отработала. Все. Вот. Ну вот я хотел просто вам продемонстрировать сегодня. Да, давайте мы сейчас сегодня это сейчас закроем. и перейдем к общему столу. То, что я хотел вам сегодня показать, это показать, как работает, что такое скоринг, продемонстрировать работу скоринга как такового, как он работает, как принимается решение на основании той или иной скоринговой карты, которая вот была построена. Хочу еще раз сказать, вот Татьяна, по-моему, задала вопрос, как определяются коэффициенты, значит, вот в логистической регрессии, да, если я правильно понимаю. Значит, коэффициенты определяются на основании достаточно сложного решения, так называемые там происходят уравнения оптимизационные, которые деланы внутри уже. То есть они находятся как раз вот в этой вот корне уравнения этого логистического. И это делается при помощи модели, которая там зашита внутри вот этого вот модуля математического. Так, так вот, если вернуться, значит, к итогам нашей работы, значит, заключается в чем, что оценки рисков делаются с использованием моделей, в частности, здесь логистические регрессии, могут использоваться и деревья решений, могут использоваться нейронные сети на предварительном этапе. Вот, затем все равно уже в итоге мы сводим все к логистической регрессии, и на основании этого строится скоринговая карта. На основании скоринговой карты уже принимается решение. Значит, и скоринговая карта, это строится, как правило, в практических аспектах, ну, примерно на полгода, то есть ее, ну, лайфсайкл, как называемый, да, не больше, потому что затем меняются условия, все, и нарабатывается большее количество объем потребителей, которое позволяет более точно ту или иную скоринговую модель потом использовать. Вот, а если ситуация меняется очень быстро, то скоринговая карта обрабатывается и строится в экспресс-режиме. То есть сразу то, что было до этого, оно как бы забывается, делается уже так называемый экспресс-анализ. Коллеги, у меня к вам просьба, я, в общем-то, то, что хотел, общую часть я вам рассказал, показал. Значит, может быть, какие-то вопросы есть, пожалуйста, в чате можете задавать. Постараюсь ответить. Да, если установить предпенсионный возраст, ну, надо смотреть, насколько он предпенсионный. Значит, вот, у нас сейчас уже пенсионный возраст меняется, то это, ну, надо смотреть. Я вот эту вот выборку и не делал. Так, еще, пожалуйста, сейчас. Что в серую зону попадает большинство случаев, однако был слайд, на котором указывалось 15-25% экспертных решений. Дело в том, что здесь имеется в виду 15-25% экспертных решений. Это вот как раз серая зона. Там в нем, вы понимаете, ширина зоны разная может быть. Разная ширина зоны. То есть, где мы считаем, что у нас белая зона и серая зона, это определяется доходностью. Доходностью от отказать или принять кандидата. То есть, это делается на основании процентной ставки, определяется процентов дефолтов, и встроится так называемая зависимость. Она, как правило, имеет вид вот такой вот параболы. И чаще всего получается так, что количество дефолтников и тех, кого мы приняли, оно должно быть некоторой пропорцией соблюдать. Потому что если мы будем брать только с высоким скорингом, то у нас получается, что мы доходность, условно говоря, от кредитования очень сильно падает. То есть, должна быть оптимум. Оптимум между тех, кто 100% выплачивает кредит, и те, кто с вероятностью, ну, значительно меньше, скажем, да, там 70% этот кредит выплатит. Так, вот, да, вот Люба, значит, задает вопрос. Используются для построения регрессии агрегированные данные с разных банков или конкретно с одного банка? Вы знаете, вопрос этот, как сказать, решается индивидуально. Все зависит от того, какую цель вы преследуете. Есть так называемые обобщенные скоринговые карты, которые, ну, берут общую тенденцию. Общую тенденцию, и особенно, когда банк начинает только работать, нет собственной базы. То есть, они берут эти скоринговые карты обобщенные, и на основании этой обобщенной карты набирают статистику для собственных потребителей. Вот. Поэтому, вот, как вы говорите, если брать обобщенную, агрегированную с разных банков, нас же интересует своя собственная популяция. У каждого банка есть свой, как бы, своя аудитория. И мне нужно знать, как моя аудитория ответит на конкретную вещь. Потому что, если вы возьмете обобщенную скоринговую карту, будете строить, то есть она вам даст, вот, так называемую, среднюю температуру по больнице. И точность у вас прогнозов, вашей модели, конкретной вашей аудитории, она будет достаточно низкая. Поэтому здесь политика следующая. Значит, если ничего нет совсем, начинается бизнес банковский, условно говоря, или мало клиентуры, значит, берется обобщенная скоринговая карта, на основании ее ведется бизнес, но в то же время накапливается собственная база данных. А потом уже, когда она накопится, можно уже строить собственные модели. Поэтому мне нужно знать, именно свою аудиторию, а не вообще территорию, значит, вот, которая там есть где-то там поблизости. У нас была, по-первых, ошибка такая, что мы брали обобщенные карты, которые делали в Индии. Вот. И использовали их в России. Я делал, когда оценку, получалось то, что это была, ну, скажем так, мягкая, не очень точная модель. Но брали мы вот так, вот такими, потому что вообще ничего не было. Не было ни опыта никакого, не аудитории собственной. Вот. А потом со временем накапливали свои данные и стали строить свои собственные скоринговые карты. Сами по себе скоринговые карты достаточно дорогое удовольствие. Вот. в одно время их стоимость доходила там нескольких десятков тысяч долларов. Одна карта. Вот. И поэтому некоторые банки, которые были не очень большие, да, им было выгоднее просто покупать обобщенные скоринговые карты, они их покупали. Вот. Пожалуйста, еще вопросы. Так, давайте еще нибудь еще там есть. Вот. Ну, вот опять же, я пока вам вопросы готовиться. Вот Елена меня спрашивала, если установить предпенсионный возраст, ну, если вот ориентироваться на практику, опять же, кто предпенсионный возраст и мужчина или женщина. Значит, по статистике у нас средняя продолжительность жизни 72 года. Вот так, 72-73. Но, значит, если у мужчины средняя продолжительность жизни где-то 67, там, может быть, то у женщин средняя продолжительность жизни на 10 лет больше. Поэтому очень сильно зависит от того, какого пола предпенсионного возраста у нас заемщик. Вот. Ну, и потом история. Очень важно. История. И иногда банки прибегают к тому, что принуждают заемщиков подписать страхование жизни. Это тоже часто используется. Вот. Поэтому вы вправе отказать. отказаться от этой услуги. Но и банк вправе вам тоже отказать выдачи кредита. Да, пожалуйста, еще, друзья, если какие-то вопросы есть, прошу вас. Евгений Иванович, похоже, пока что с вопросом не все. Если я правильно понимаю, у вас имеется возможность составить контактные данные, я могу их затем привести в наших, получается, сетях, где мы проводим, то есть на страничке мероприятия, чтобы любой, у кого возникают еще дополнительные вопросы, могли с вами связаться. Ну, и также с другими лекторами будет, и с теми, кто прошел, и кто будет далее. Да, 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 я был бы крайне признателен, если вот информацию, так сказать, которая со мной связана, да, разместили бы, и, может быть, кому-то я бы смог ответить на вопросы, которые не успел или не смог задать на лекцию. Ну, я так понимаю, что у нас сейчас время уже заканчивается. Да, как раз время подходит к концу. Я со всех участников летней школы благодарю вас за доклад. Был очень познавательный в чате многочисленной благодарности за то, что было интересно. А, еще вопрос. Не учитываются ли хронические болезни при обработке данных? Вот сейчас увидел. А, да, дело вот в чем, что сбор данных и анализ данных – это целая процедура. Значит, вы понимаете, использовать их, вот эти персональные данные в качестве оценки рисков, наверное, это было бы интересно, но мы должны понимать, что есть сохранность персональных данных, и это очень-очень такая вот, такая тонкая вещь. На самом деле, на самом деле, когда начинается скоринг, данный анализ скоринга, берутся порядка тысячи входных параметров. Очень много. А потом на основании этого выбираются наиболее значимые параметры, потому что регрессия, она работает, когда параметров не так много. Иначе, если много очень параметров, регрессия начинает давать, она переобучивается. Переобучивается, и прогнозная сила модели очень падает сильно. Поэтому есть оптимальные размеры, от 20 примерно, условно говоря, 50 входных параметров логистической регрессии, где она работает достаточно корректно. Поэтому из всего объема данных, больших, выбирается наиболее значимый. Причем они могут меняться. Они со временем могут меняться. Значимость параметров тоже может меняться. Она тоже все время, модель пересчитывается. То есть нет наперед, так сказать, на всю жизнь сделанной модели. Ну вот и все, наверное, на сегодня.